Четыре минуты до эфира. Сейчас занимается сбором. Шапка пошла. Это уже третий по счету телебарафон в поддержку бойцов СВО. Организаторы телекомпании РТС и благотворительный фонд имени ветерана Великой Отечественной Филиппа Ивановича Емец. Говорили о сборе гум-помощи для бойцов, что уже сделано и что еще необходимо нашим ребятам. Эксклюзивное интервью участника спецоперации. По своему опыту знает, что спасает за ленточкой. Сейчас идет война именно технологий. То есть квадрокоптер это глаза взвода, роты. Ночные прицелы это обязательно надо. Тепловизор это тоже обязательно надо. Потому что ребята уходят именно там по зеленке где-то ходят. И издалека можно там противника не увидеть. Потому что и масхалат и все будет. А с тепловизора ты увидишь это все. Это вот в первую очередь надо именно вот такое. Ну и конечно по амбудированию. Потому что погода на Украине, я вам могу сказать, она меняется очень и очень. Не забывает Хакасия о тех, кто не смог вернуться из зоны СВО. В студии РТС выступила родная тетя героя России Аймира Миагашева. Напомню, наш земляк ценой собственной жизни спас бойцов, накрыв своим телом гранату. На привокзальной площади Абакана установлен бюст герою. Родные Аймира признаются, приходить сюда очень тяжело. Конечно, сложно было сдержать свои слезы. В январе приезжали Аймира тети, то есть мои сестры. Мы как раз приехали вечером. Ну, стоишь, смотришь. Печально, конечно, но все равно тяжело. Очень тяжело. Гордишься своим племянником и одновременно очень тяжело. Поэтому звучало пожелание, чтобы все бойцы вернулись домой живыми и здоровыми. А еще как можно скорее добавляет маленькая Ксюша, дочь мобилизованного бойца. В прямом эфире она обратилась к папе и рассказала, насколько она гордится своим отцом. Я бы хотела ему передать, чтобы он выиграл врагов и поскорее бы вместе с победой вернулся бы домой. Прямой эфир длился больше часа. Все это время на экране был размещен QR-код, с помощью которого можно было перечислить деньги для бойцов СВО. Все собранные средства пойдут на приобретение оборудования для участников специальной военной операции. Следующий телемарафон «За наших» пройдет в эфире РТС в апреле. Продолжение следует...